Постмайданное самоубийство украинского мелкого бизнеса. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования специально для Украина.ру В феврале 2014 года, в день бегства Януковича, украинское государство не только отказалось от монополии на насилие, но и в принципе перестало выполнять функции государства. Мелкий и средний бизнес этому очень радовался. А зря. Это только со стороны казалось, что парламент под дулами автоматов боевиков, вопреки конституции, отрешающей от должности действующего президента, назначающей спикера и президента и объявляющей досрочные выборы, восстанавливает порядок. На деле он, парламент, сдал государственную власть бандитам. И бандиты с тех пор никуда не делись. Да, кого-то убили, но такие же бандиты кого-то посадили в тюрьму, как боевиков торнадо, но остались более влиятельные бандиты, не поделившие с ними доходы от контрабанды оружия и наркотрафика через линию разграничения. Да, сейчас бандиты, делающие вид, что они государственная власть, пытаются пройти на Украине выборы. И я не сомневаюсь, что не только Тимошенко, собирающийся легитимно взойти на президентский престол, но даже Порошенко, который не имеет ни одного шанса удержаться у власти без применения силы, все же рассчитывает на решение своих проблем в квазиконституционном поле. То есть, они хотят, чтобы их приход к власти или удержание оной состоялся в рамках конституционных процедур. Они не могут это сделать реально. Еще на прошлых парламентских выборах президентские усветило посольство США и его социология. Подсчет голосов контролировался вооруженными бандами. В парламент попали только те, кого банды по приказу власти и по согласованию с посольством США пустили. Но с тех пор прошло несколько лет, и сегодня США уже все равно, кто победит на Украине. Любой из местных царьков устроит американцев, поскольку все равно именно у них будут закупать втридорога мушкеты, и именно им будут задешево продавать рабов. Более того, кто бы ни пришел на Украине к власти, будет врагом России. При этом США еще и скажут, что именно этого человека Кремль назначил. Сегодня кандидаты в президенты сражаются не за рейтинги и не за поддержку Запада, а за опору на боевиков, которые могут продиктовать избирательным комиссиям правильные результаты. И боевики это понимают. Именно поэтому давно нигде не светившийся Ярош заявил, что отзывает с фронта опять 5 батальонов, от 1000 до 2500 человек, чтобы навести порядок в тылу. Если надо валить, убивать, будем валить. А буквально вчера Белецкий, неформальный лидер нацистского полка Насгвардии Азов и массы аффилированных с ним структур, в сумме свыше 10 тысяч боевиков, заявил, что боевикам необходимо разрешить открытое ношение трофейного оружия. То есть Белецкий признал, что боевое оружие у них есть, и они его постоянно имеют при себе. Теперь же, по его мнению, пришла пора это оружие легализовать. Фактически, с интервалом в несколько часов два наиболее известных и популярных лидера боевиков, которые очень неплохо заработали на перевороте 2014 года, вновь выставили свои силовые ресурсы на продажу. Кто больше заплатит, тот и будет легитимным президентом. Разница с 2014 годом заключается в том, что Вашингтон уже не вмешивается в местные разборки. Тормозить боевиков некому, и услуги свои они могут выставить на свободный аукцион. Кто больше заплатит, тот и президент. Но по украинской традиции лидеры боевиков не делятся с бандами-гонораром. Мелким бандитам позволяют заработать на грабеже. В 2014 году грабили Межегорье, поместье Пшонки, пару-тройку домов слишком известных и не пожелавших или не сумевших откупиться руководящих регионалов. В этот раз, кроме домов Порошенко и Луценко, даже ограбить нечего. Даже у Медведчука наиболее привлекательная собственность, или в Крыму, или еще дальше. То, что в пределах досягаемости на Украине, может удовлетворить потребности не более, чем пары сотен бандитов. Так называемые пророссийские силы и местные сервельные левые ограблены еще в 2014 году. К тому же с тех пор выброшены из публичной политики. Их можно еще раз ограбить, но много не возьмешь и народу не продашь. Как восстановление социальной справедливости. Олигархов, как все уже убедились по опыту 2014 года, грабить нельзя. Во-первых, у них есть частные армии, ни в чем не уступающие боевым отрядам украинских спецслужб. И, если надо, в отличие от государственных силовиков, частные стрелять не стесняются. Во-вторых, они контролируют экономику нескольких областей и в любой момент могут обвалить в своих регионах социальную стабильность с переведением ответственности на официальный Киев. В-третьих, их невозможно обвинить в каких-то сложных политических играх, поскольку никто из них публично не выступал. К тому же все они провели закулисные переговоры с Тимошенко и получили гарантии неприкосновенности на будущее, а в настоящем от Порошенко и так имеют. Конечно, их все равно раскулачат, но не завтра. Можно, конечно, наняться на захват храмов у ПЦМП, но там главные бонусы получает Филарет, а все издержки, включая весьма вероятный жесткий физический отпор православных, выпадают на долю боевиков, которые реально вместо возможности пограбить могут получить инвалидность. Кто остается? Правильно, средний и мелкий бизнес. Умные давно уехали, глупые борются за украинскую евроинтеграцию. Народ за таких не заступится. Ни русофилы, ни коммунисты, ни украинские патриоты. Можно сказать, Ротшильды, Рокфеллеры, Вандербильты и Соросы в одном флаконе, доступном для погромов. Социальные сети поражены ненавистью к бизнесу пополам с пещерным антисемитизмом. Общество в целом верит, что бизнес и евреи, а евреи все украли. Причем, острой формой антисемитизма страдает значительная часть как националистической, так и пророссийской, и даже ностальгирующей по СССР части украинского общества. Бизнесмены, как евреи во времена инквизиции для всех чужие, даже патриотичные, даже частично прозревшие и критикующие нынешнюю власть с евроинтеграционных позиций. На деле все просто. Оба лагеря должны платить боевикам, которые уже обозначили свои намерения заработать на выборах. Оба не хотят делать это за свой счет, а доступного для разграбления имущества потенциальных проигравших еще меньше, чем осталось после бежавших регионалов. С народом много не возьмешь, а лучше и не пробовать, поскольку он и так злой. Остается бизнес, не способный себя защитить. Мелкий и средний. Хрустальная ночь не обогатила штурмовиков, хоть некоторые нацистские лидеры и заработали на этом целые состояния. Зато свобода погромов дала штурмовикам возможность почувствовать себя солью земли и даже немного прибарахлиться. Украинским штурмовикам все равно, кто победит на местных выборах. Главное, что у них будет возможность заработать. А кто не спрятался, они не виноваты. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования специально для Ukraina.ru Постмайданное самоубийство украинского мелкого бизнеса.